2013 год особый для отечественного хорового искусства. В этом году принято решение о воссоздании Всероссийского хорового общества. 25 мая в Орлёнке стартовал масштабный форум Ассамблея хоров России «Поём для мира». Событие проходило под эгидой Культурной Олимпиады Сочи-2014. Следующий репортаж прояснит всю картину. Ассамблея хоров России проходит впервые, но с большим размахом. Для участия в проекте в Орлёнок приехали более тысячи представителей детских коллективов из разных регионов России и Республики Беларусь. В конкурсной программе номинации хорового и вокального пения, а также изобразительное искусство. Всё то, что здесь происходит, это, наверное, итог такой 30-летней работы, которую все мы делаем. И то, что сейчас в России возродилось Всероссийское хоровое общество, что идеи хорового братства становятся вновь рельефными. И есть такое понимание, что пришло время объединяться. Жюри представляют известные деятели культуры и искусства, заслуженные артисты, руководители ведущих образовательных учреждений музыкального направления. То, что показывает сегодня этот конкурс, мы сейчас послушаем только хоры мальчиков. Замечательное состояние и детей, и хоровых коллективов, и руководителей. Хоровое исполнительство живы. И слава богу, и дай бог, чтобы это первые ласточки, это первые попытки, они стали последними. А хоровое общество, Всероссийское хоровое общество, предложит к тому массу усилий, чтобы именно детское хоровое творчество, именно вот в таких местах, как Орлёнок, оно развивалось и ширилось. Все ребята очень волнуются, ведь лучшие хоровые коллективы в 2014 году получат право выступить на Паралимпийских играх в Сочи. Образцовый хор мальчиков и юношей из Белоруссии – неоднократные призёры республиканских и международных конкурсов. У коллектива есть своё кредо «Мы один – великий инструмент». Их единство прослеживается и в ходе выступления. Впечатления, конечно, шокирующие. Не думали, что так хорошо споём. Было много хоров, надо было сосредотачиваться, старались держаться. И настолько была интересна интрига по поводу того, что здесь будет самый масштабный проект России – «Поём для мира». И нам, белорусам, конечно, хотелось бы поучаствовать. Что и происходит сегодня, в этот праздничный день. По приезду в Орлёнок мы ощутили себя, я бы сказала, не гостями, а друзьями. Ассамблею хоров России поддерживает международная программа «Интеркультура», которая является организатором всемирных хоровых игр. Поэтому проект имеет большие перспективы развития с выходом на самый высокий уровень. Мы проводим по всему миру хоровые конкурсы, фестивали. Вьетнам, Филиппины, Индонезия, Корея, Китай, Европа, Америка. С прошлого года у нас был очень замечательный конкурс в Сенате. И поэтому мы очень рады, что это продолжается. И не только в Европе, и в Западной, но, наконец, и в России. Ассамблея на самом деле шикарная, потому что столько хоров из разных городов. Вся Россия создала, конечно, такой праздник. Кульминация ассамблеи – выступление большого сводного хора проекта под аккомпанемент симфонического оркестра. Взрослые и юные исполнители в едином порыве поют песни «Во имя мира». Голоса разливаются со всех сторон, наполняя окружающее пространство добром и светом. Очень здорово, правда. Все хоры объединились, ну, то есть и вся наша страна. Было классно, очень здорово. Мы так рады. Это очень необычно, весело, новые ощущения. Меня это зарядило эмоциями. Это очень шикарно, можно так сказать, петь всей России с хорами. И очень замечательно. Ребята получили не только колоссальный опыт, но и увидели, что хоровое пение любят и ценят не только в стране, но и в мире. Дарья Туранова, Дмитрий Гришин, телеканал Орлёнов ТВ. Дарья Туранова, Дмитрий Гришин, телеканал Орлёнов ТВ. Продолжение следует...